Еще один вариант и способ построения вот такой юбочки сразу на ткани. Посмотрите, пусть у нас данные характеристики сохранятся. Бедра 56, талия 42, длина изделия 72 см, прибавки нулевые, ширина ткани 140, а длина даже меньше, чем 130. Вот мы не знаем, пройдет ли у нас, мы платье шьем такое с отрезной талией, вот с такой юбкой, да. Мы не знаем, пройдет у нас это или нет. Посмотрите, как я иногда делаю, чтобы сделать расход ткани как можно меньше, но выдержать вот такую юбку. Конечно, это все возможно при условии, если у вас не направленный рисунок. Итак, выровняла ткань по утку, от этой линии вниз отложила. Давайте сразу с припусками 75 см, для того, чтобы не морочить голову. И, как всегда, вот здесь передо мной спинка. 75 см отложила. И в данном случае у нас будет спинка со швом, передо мной кромка, поэтому здесь спинка. Это будет уровень талии. Всегда нужно делать вот так. 75 см нашли, по линии низа установили, получилась у вас талия. А вниз опять, пожалуйста, линия бедер 20 см. И мы рисуем линию талии. И мы рисуем линию бедер. Нарисовали. Теперь, юбочка у нас сзади, со швом. И она немножечко, если есть шов, всегда очень полезно в него делать небольшое расклешение. Посмотрите, какое я сделала. И, конечно же, сразу нарисовать припуск на шов. Отодвигаемся параллельно. 1,5-2 см рисуем припуск на шов. Вот это средний шов спинки. Бедра у нас 56 см, делим пополам. 28 см. Значит, у нас спинка должна быть вот такой ширины. Отметили эти бедра. И выбираем расклешение, какое хотим сделать. Ну, я, допустим, опять вот такое. На глаз, девочки, выбираю. Я не знаю, сколько это в сантиметрах. Только повторяю, что, например, вот такое расклешение, да, у вас будут провисы. Здесь будет долевая ткань, здесь будет большая косина, и боковые швы будут западать. Поэтому, чтобы было ни вашим, ни нашим, ни прямое, и не западали швы, где-то вот такой вот уголочек я обычно делаю отведение. Вернее, расширение к низу. Нарисовала линию, по которой шить. Теперь я нарисую линию, по которой мне нужно отрезать. Вот это припуск нарисовала. А теперь, внимание, посмотрите. Я сразу от этой линии откладываю снова припуск на обработку уже переднего полотнища моей юбки. И вот так вот нарисовала уже переднее полотнище, переднюю часть моей юбки, полочку, как мы ее привыкли называть. Теперь я хочу найти 28 сантиметров линию бедер на передней половинке. Вот так вот взяла сантиметровую ленточку и примерно, вот смотрите, здесь много, вот так. О, вот я нашла. Видите, где у меня 28? Вот здесь у меня 28. Значит, вот это у меня линия бедер передней половинки. Прорисовали линию бедер. От нее вверх, конечно, 20 сантиметров, допустим, или 18, или 17 у каждого свое. Да? И получилась у нас линия талии. А уже от линии талии вниз мы откладываем 75 сантиметров. У нас получилась линия низа. Повторяю все это с припусками. Вот. И посмотрите, какой расход у нас получился в такой юбочке. И юбка раскрешенная, и расход ткани маленький. Сейчас я измерю, скажу, сколько. Так, всего-то 102 сантиметра. Вот так вот из юбочки, из остатка ткани длиной 100 сантиметров, вы можете скроить вот такую вот шикарную юбку. Ну и давайте еще быстренько мы покажем, как мы делаем вот эти наши, оформляем боковые швы еще раз. Значит, кладем линеечку, чтобы был небольшой поворотик. Спокойный такой, без перебора, да. Потом находим серединку талии задней половинки и восстанавливаем вот такой вот перпендикулярчик небольшой к боковому шву. Можно по прямой, можно так. То же самое можно немножко с прогибом. То же самое повторяем с стороны передней половинки. Так. Вот так. Находим серединку передней половинки и также приподнимаемся немножко. И измеряем свою талию, какая получилась. У меня опять получилось. Раз, два, так, 22. Вот так. Вот 44 с половинкой у меня в этот раз получилось. 44 сантиметра могу взять, половинка припосадится, да. Значит, у меня на вытачку талии у меня 42. Остается всего 2 сантиметра. Вот видите, уголочек наклона изменила. И у меня получилась немножко другая юбочка. Потому что этот наклон я взяла, видимо, побольше. Вот, собственно, эти 2 сантиметра я добавлю на вытачку сзади. Вот и все по строению. Ну и линию низа. Хотите тоже немножко вот так вот откорректировать, чтобы боковые шовчики не провисали. Вот. И все. Вот так легко и просто можно выкроить такого рода юбочку сразу на ткани. Учитесь беречь время. Вот так вот. Продолжение следует. Продолжение следует...